Всем привет, я Даша! Возможно, вы не догадывались, но уже конец года, а это значит, можно подводить книжные итоги. Итак, я не буду в этот раз долго разлагольствовать, какие жанры я прочитала, потому что, как у многих людей, у меня к концу года до кучи дел. Поэтому я скорее-скорее, я сегодня торопышка. Поэтому просто прочитаю вам список топ-десятка лучших книг, прочитанных в этом 2021 году. Четыре из них из жанра исторические, историческая проза, если быть точной, и одна из этих четырех документально-историческая. Но понеслось, не будем отвлекаться. Десятое место занимает сам издат Юлия Бесинова и Олег Бесинов, Элья Дома. Замечательная история про то, как пара с русским происхождением, проживающей в Германии, пыталась удочерить девочку с инвалидностью. Девятое место занимает Венди Холдинг, гувернантка. Документальная история в такой художественной прозе, рассказывающей о том, как нянчили современную королеву Британии и ее сестру. Я несколько разочаровалась в этой царской семье, но рекомендую, очень интересно. Восьмое место занимает Жаннина Донофрио, Любовь к лимону. Более ста рецептов она стоит, кстати, вот здесь. Я до сих пор по ней готовлю, я еще несколько рецептов пробовала. Очень интересно, даже если какие-то ингредиенты вам покажутся сложно добываемые, их можно заменить нашим аналогом, какими-то местными. И вот это очень легко гуглиться, и даже если у вас уже есть опыт в кулинарии, догадывается собственным умом. Седьмое место занимает Чак Венди Холдинг, 250 девских советов писателю. Я побаиваюсь портить свои интуитивные, стесняюсь сказать, таланты, а как бы это еще называть, склонности. Свои интуитивные склонности я стесняюсь, я боюсь в ней подпортить какими-то знаниями. Дело в том, что один уже врожденный, да, я так испортила высшим образованием, и теперь очень боюсь испортить свою другую склонность к стремлению вот к таким вот каким-то научным штукам. Но 250 девских советов писателю, могу смело рекомендовать, он ничего не портит, а наоборот, скорее дополняет. Шестое место Патрик Зюзкинт, парфюмер «История одного убийцы». Мало кто не знает об этой истории, есть классная экранизация достаточно. Человек с просто идеальным, совершенным обонянием становится убийцей, так как у него есть мечта сохранить самый прекрасный запах, аромат. И в этом стремлении он чувствует ароматы людей и убивает их с тем же, чтобы сохранить их аромат. Кто-нибудь почитал, сколько я раз произнесу слово аромат? Пятое место занимается Филипп Марты Шакс. Его древняя магия от драконов и оборотней до изелья и защиты от темных сил. Как бы этого не показалось, на самом деле это документальная книга, повествующая о римских воззрениях на всякую магию, суеверия, зелья, верования разного тока. Это очень интересно. И язык у автора невероятно интересный. Вот не стыдно такую книгу и подарок кому-то вручить. Четвертое место. Мария Сдрюон «Железный король». Продолжение цикла мне, правда, не понравилось, но самая первая часть – это просто дикий восторг. Я была шарашена в положительном смысле слова. Это Франция, это вообще Брюон, это что-то вроде Дюма, только более честные в планах принесения истории читателю. Это художественная отроза. Третье место. Мы дошли до первой тройки. Владислав Крапивин «Островая капитана» на следующее место. Гузель Яй, на эшелон, на Самарканд. Крапивин Блодобрюк. Тут главные герои, да, есть взрослые, но все-таки основная масса персонажей – это все-таки дети. И они в голодные годы, когда вот революция свершилась, отправляются на поезде в Саварканд, там, где тепло и, предположительно, еды больше, чем в более прохладных местах России. И, наконец, первое место. Виктория Хислоп. «Путешествие за счастьем». Что в открытке из Греции? По названию можно подумать, что это что-то романтическое, но на самом деле это такая жуть. То есть, Кинг просто зависливо смотрит в сторонке и, глядя в зеркало, повторяет себе «Ты тоже так можешь, ты тоже так можешь, главное ввели в себя». То есть, до такой степени пробирает это рожье. Я глубоко читал Кинга, уважаю его талант. Но «Путешествие за счастьем» — это невероятно. Весь героиня отправляется в детство, попутно читает дневник другого человека, ей незнакомого. Ну, просто так вышло. И в этом дневнике тут незнакомец излагает такие истории, которые ему рассказывали в Греции, которые произошли на самом деле. Просто невероятно. Очень вам советую. На этом всё. С наступающим Новым Годом. Желаю вам, чтобы всё наладилось в вашей жизни, чтобы всё было чудесно, все мечты воплощались. И вообще, чтобы 2022 год принёс вам только всё самое хорошее. Мы все с вами уже настрадались. Достаточно. Так что, всего вам замечательного. Пока. Увидимся в следующем году. Продолжение следует...